Какой смысл иметь канал на ютубе если я не могу заливать на него все что захочу к сожалению с ходом жизни ютуба гуглом было решено максимально криво намотать контент-мейкером кала на лицо теперь чтобы оставаться на ютубе на плаву человеку надо по кд выкладывать не просто хорошие ролики а блокбастер противном случае ты потихоньку будешь выпнуть из рекомендаций и окажешься на обочине но мне на это абсолютно насрать так что я пожалуй выполню просьбу людей еще со времен ролика по сталкеру который по большему счету и не был роликом по сталкеру что ж тогда у меня для вас загадка аджака фреско про что сейчас будет идти речь только обязательно досмотри до конца ибо в конце будет ждать подарок имба энерджи если кто не знает то имба энерджи это первый в российской федерации и снг быстро растворимый энергетик для геймеров при этом он настолько сасны что его даже зарекомендовали многие коллеги по цеху ой а что это за красавчика такой а лично я очень жду когда имба добавит замечательные вкусы сквиртла и бубареха чисто для нас пацанов хотя сейчас мне очень нравится да господи на сайте же все написано сладкий и нежный нежный и сладкий и да будет вам известно что имба совместно с другими блогерами выпустила эксклюзивные шейкеры и не забывай что заказать имбу могут все наши из россии из белоруссии из казахстана из украины а для тех кто хочет попробовать имбу уже сегодня я скажу что напиток доступен на полках 24 магазинов настольных игр и крутых подарков мосигра имба энерджи переходи по ссылке в описании под роликом и заказывай напиток уже сегодня а если ты ее занюшь промокод и закажешь на необходимую сумму то так вообще получишь четыре с половиной литра напитков подарок вау скажи что нибудь по утреннему как будто только что проснулась как будто тебя снимают против твоей воли и ты такая как у нас начинается утро на дворе пол четвертого дня мы недавно проснулись в час где-то сейчас мы будем завтракать что мы делали все это время между часом и половину третьего мы умылись приняли заказы с икеи там приехал шкаф мы его будем собирать потом а в 9 утра приехал в 9 утра ну да он в 9 утра приехал а ну короче да в 9 утра приехал заказ мы обратно легли спать проспали до часу проснули сейчас там провалялись вот это вот там включили чей-то стрим там по телеку потом стали умылись там то допустил я почистил решетки у нас вытяжки на кухне и мы убрала вещи да у нас убрала вещи вот сейчас вот у нас там кофе делается да сейчас вы можете наблюдать как настя режет мясо на гречку по купечески но по купечески она называется не потому что там какие-то рябчики очень дорогие фирменная телятина с короны на голове нет она вообще свинина да там вообще свинина используется но мы решили использовать телятину короче это просто гречка с мясом да да ничего тут же жировочного такого нет хотя конечно вот я сейчас ребята он давайте я сейчас задам вопрос дисказ как говорится потому что недавно у нас такой срач в титере был с каких пор правильно питаться стало синонимом слова жировать вот если бы допустим сейчас на столе был бы дождь все сказали бога жируешь понятно деньги экономить да деньги экономить короче вид как этот на сладом своим чахнет да 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 надеюсь вообще не против то что я тут как бы в ролике всякие такие приколы показывая не знаю может вы что-то конкретно хотели в ролике увидишь некоторые не хотели хотели кукинг стрима кукинг стрима не было а тут вот насти пьет зеленый чай я пью кофе вкусный а тут у нас рядом лежат нарезанные ананасы и бонаны тот кто скажет то что это шик и вот мы тут буржуи зажрались да пей ананасы там рябчиков жуешь и ешь да вообще не надо вот но 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 купил один раз и на нас все знаете что вот стоит считать признаком жирования я считаю это если человек может себе позволить витамины вот если человек может себе позволить витамины там красный рис пить от холестерин чека да всякие там другие таблетки вот того что блять ему прописано а вот не должен он пить потому что прописано да как бороться с холестерином не не бороться нет пей пивас лучше деньги на пивас потрать и быть холестерином выше чем у тебя не питаясь ничем таким идеально ну насти короче проблемы с холестерином несмотря на то что это обычно я тот человек который питается всякой радостью у меня холестерин в норме она есть которая там тютелька в тютельку постарайтесь правильно питаться у нее холестерин выше чем у меня из этого иногда у нас конечно припекает поэтому она вынуждена пить всякого рода разные таблетки гречка тоже признак жирования я считаю кстати хотите забавный факт давайте я сейчас вообще переверну камеру сейчас я себя покажу чисто знаешь вот так вот нормально ты как бы к там готовь пока что я то сейчас сам вот многие из вас не знают но между прочим гречка это вот это наше достояние я когда в америку ездил по work and travel я гречку не мог найти она у них вроде называется grey porridge это есть вообще гречка была да я гречку не мог найти это у них что-то из разряда какой-то мусорной пищи что ли то есть ее вот вообще не едят и даже не выращивают либо я может быть что-то ошибся может я что-то не нашел но по крайней мере когда я вот был вашингтоне в отеле лэнсдаун дизерт там была еда пока ты самая разная накладывай сколько хочешь ешь там разного рода макарошки разные виды каши разные виды супов супы пюре но гречки нет я когда спросил ради интереса слушайте а у вас бывает гречка я чисто знаете из любопытства потому что рис был до овсянка была всяко только было говорят нет у нас такой обычно не завозят у нас не принято такое как бы как печаль кстати как у меня кстати классный крухан властелин колец да да давай а то у тебя рука трясется все на снимать меня смотрите машину стал год в зале ребят ну дай-ка ребят вот конечно извините я я признаю я я все еще жирный как у меня все еще у меня вот пузень вы по ролику могли это ведь у меня еще пузень есть хотя насти признает у меня до этого те кто смотрели стрим по джаз-дэнсу помнит то что у меня пузень раньше вот такая была я был реально как не как ада авокадо точно задавайте живот надую я был пример вот хоп блять ну только еще больше живот у меня был как хорошо что тебя никто не ебет да давай ты не будешь моим орленом вот скажите я уже по жизни мышца увеличилась он объективно пойти машина нет реально машина ну как просто смотри что есть как бы но нельзя как вот есть жирок но ты видишь ты блять как силач из цирка ты будешь просто вот как пауэрлифтер блять такой я вот к еду я вижу тут у меня еще же есть ну как бы если вот так напрячь что видно то что тут мышцы позже имеются они где-то под жиром скрыты короче я хочу накачаться я хочу знаете быть вот прям вот я хочу стать лето из ведьмака тоже на волосы побрею в городу сбрею да я тебя просто волосы ну это выпадут а ну волосы у меня в любом случае выпадут вы думаете я это надевал не ночью это я надеваю чтобы волосы на глаза не падали да 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 один тоже так делать волосы чтобы на глаза не падали ты чем барбершоп сходи за 2000 сделай себе прическу самарская свежесть все нормально заебись вот это вот комната где все происходит это рабочий кабинет тут у нас все записывается кожи вот-вот-вот монитор чеки каждый комп пыльный покажу обязательно тоже потом тут все записывается и стримец вот кольцевая лампа все стримерская понимаете у нас тут все на профессиональном уровне между прочим два монитора одинаковых что немаловажно samsung тут записывается геймплей тут стримится раньше тут еще монтировалась но сейчас монтироваться немного в другом месте я про это потом как-нибудь еще обязательно скажу а так у нас в принципе а кстати кресло геймерское обязательно удобная удобная я его рекламировал так что да ну а в остальном у нас став тут не сказать то что слишком шибко менялся комп у нас 2018 года немененный вообще в нем как все было так и осталось максимум менялась карта захвата но это не суть и вот у нас тут стоят шкафы шкафы набитые всяким стаффом которые мы покупаем за с заработка монетизации и с рекламы как можете заметить мы мы гики гики гегели гегели да но вы не подумайте то что мы просто скупаем рандомно всякие став с интернет потому что нам деньги девать некуда у нас так и делаем замолчи там свой рот за камерой у нас все максимально полезное все мы любознательные во всем то есть у нас есть как допустим у нас есть как чисто история зельды да да это вот и заканчивая допустим чтобы далеко не ходить всеобщая история допустим вот древнюю это чё это кто оставил тут котят с 18 года ты понимаешь ты мне всю маленькую ломать начали книгу читать в 18 году там котята выпали да ну а так вот давай поближе сейчас чисто покажем то что наверное людям должно быть интересно ты еще говори с голосом этого дроздова дроздова гарри поттер гарри поттер именно стандарт росмин классика этот самый это вот вы вы возможно этого не знаете но это очень популярная тема с моей школы потому что я я учился свое время в первой гимназии да это было направление иностранных языков английский язык в основном меня оттуда выперли потому что у меня по английскому была двойка ну как вас как бы не могут исключить но тогдашний директор я именно назвать не буду потому что скорее всего все еще директор мягко сказал то что если у вас есть ваш ребенок тупой как бы платить если не можете платить валите меня потом отправили в другую школу я потом поехал по work and travel в америку потому что я знаю английский язык я нормальный чел это просто школа говно как бы ну не в обиду всем ученикам так ты тест проходил у тебя один я умный а я вот знаете какая обида вот спустя столько времени блин выперли оттуда и кто смеется теперь а а есть приближение здесь есть а как сейчас приближение вот тут вот оно делаешь так ну тут как бы у нас просто всякие художественные книги да мы любознательные у нас как бы есть все у нас есть все потому что ученье свет а не ученье чуть свет и на работу это кстати процитировал статус который у насти был в аське когда мы с ней познакомились я запомнил между прочим но 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 так ну и тут в принципе вот гиковский став такой вот ну типа там бомбора как бы все дела там и и гражур а кодзима гений да кодзима же гений ну гений возможно не спорим я просто пыталась приблизить показать приближай но я пытаюсь я же как говорится начинающий только давай оператор давай а то без обеда и без ужина останешься смотрите кстати будет смеяться у нас есть фридрих ницше но я свое время по пьяни из него вывал страницу чтобы подтереться но это как бы это аутентично так вот почему в толчке лежал я-то думаю ну это было давно я сейчас книги сильнее ценю я себе такого сейчас не позволяю мне честно за это стыдно но ну как бы тут иначе нельзя было поступить так ну как бы дальше у нас тут есть еще старенькие книжки как допустим гетте но я это читать не буду потому что тут как бы на показываю показываю что тут тут еще смотрите тут как бы двойное дно тут еще куча книг за этим но их возможно будет не видно что там но там тоже очень много всего интересного то есть допустим вот так вот вот так вот смотрите отодвигаете книги да там грязь гарри поттер там да ну кстати на английском это да на английском еще бы потому что я знаю английский язык бирогимназия американский психопат ему так а шо тут у нас самоучитель по английского языка введение в языкознание ни хрена себе однако вот это сразу видно человек то учитель преподаватель иностранных языков между прочим я по образованию если кто не знал да да ну тут снизу мои книжки да ну надо показать надо показать да нет я не тут я на про третью четвертую полку точнее вот как бы вот уберите пожалуйста ведь ведь а вот тут у нас бэтмены там все хорошо видно металл гир бэтмены метабароны тема кстати тут у нас чисто комиксная зона комиксная да ну фанкопопа короче еще я сейчас скажу есть вот есть такая мода фанкопоп засирай идите в попу вот идите в поп вот есть типа такая тема то что фанкопоп фу надо собирать ниндеройт так вот ну нет ниндеройт это тоже тема мы как бы не спорим но сосите писью вот тут у нас еще манговская тема такая есть ну что-то типа что-то типа того это мы чисто для изучения взяли ну чтоб знать что извращенцу нравится ну вот этим вот людям с больной психикой потому что честно сказать давайте я я вроде уже говорил это в каком-то ролике как раз таки по сталкеру где мы также обозревали хату если вам нравится эта манга и вы вот одобряете главного главный герой это куколт недоделанный человек ущербный человек ущерб ну не человек ущербная личность дегенеративная дегенеративная ты же понимаешь что из этого будет мем вот люди будут вместо бистерс подставлять любое просто твои слова так говорил Заратустер пусть поставит да 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 абсолютно подойдет тут абсолютно дегенеративная личность куколт куколдиньо месье кукелт понимаете волк куколк волк куколк запись кстати все еще идет да да все отлично 8 минут отлично а что надо паузу поставить нет вот мне мне за это не стыдно мне за это не стыдно мне очень понравилась манга очень приятно бог честно это что-то типа около девичья манга как говорят там ну а это романтичная манга любите прекрасное вот надо иногда чуть-чуть романтики в жизнь привнести интересные истории узнать да тут у нас кто вот главная героиня ну это сложно объяснить это надо почитать самому самой ну самой как бы да мы самим да самим интересная приятная история с неожиданными поворотами ценить романтику в жизни а то сидят там свои там нью вегаса небось только играют легион свой дрочат в прекрасном в жизни не видели ничего one piece мы покупаем но я его не читал и читать не буду пока пока все томики не находят хе-хе-хе 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 а вот это манга для инселовз дэд инсайдов ну как бы в принципе как и аниме вы с соной тоже поспорить не можете вы права морального такого не имеете потому что я-то правду говорю я-то не вру никогда ну и дальше внизу чисто уже такая около коллекционная тема А тут еще за фигурками Сейлор Мун волчицы и пряности есть. Я вам сейчас... Врата Штейна еще такое вот. Мы сейчас вам это не достанем, не покажем. Но как бы для факта вы уж знаете. Хорошо? Вот. А вот тут тоже около гиковская тема, кстати. О, кстати, да, не могу не показать лишний раз. Ну, это наши. Выпускали. Я вроде в свое время рекламировал. По крайней мере, когда вангеры. Я точно не помню уже, как студия называется. Ворон. Че-то ворон там. Вроде бы ворон. Я-я-я... Че-то легко ходить. Сзади, да, посмотри. Да, щас. Вангеры, вангеры, вангеры. Вангеры, 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 вангеры. Па-па-па-па-па-па-па. В конце смотри. Щас, да, наверное, надо в самом конце посмотреть. Как же я мог забыть? А тут вообще ничего нет, блин. Это ж типа крафтовая вещь. Тут вообще про автор. Тут только там про экранка написано и все. А в Даггерфолле написано про Тодда. Вот Моровинт. А, это Моровинт у нас. Кальтере Третьей Эры. А вот при поддержке издательства Товарищ Ворон. Вот, Товарищ Ворон. Вспомню, Ворон был. Да, 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 да. Ой. Мне кажется, у людей вызовут вопросы наверху. Вот эти вот бутылочки и что-то там наверху лежащее. Ну, это на случай нечего скрывать. Вы думаете, я тут колдыню сижу? Вы понимаете то, что многие бутылки, они все еще вот тут год стоят. С прошлого ролика по Сталкеру. Ну, с того ролика по Сталкеру, когда мы хату показывали. Там даже мама возмущалась, что виски стоял прошлогоднее, мы его еще не допили. Но он не знает, что мы его допили. Это у нас на случай приезда уважаемых людей. Уважаемые люди приезжают, мы достаем. А кто уважаемые люди? Ну, наши знакомые уважаемые люди. Да. Я думал, сейчас скажешь, ну, теща и друзья из Питера. А вот тут уже такой около, не то чтобы раритет, а более ценные такие экземпляры, как чисто капхэт. Это мы заказывали из какого-то американского сайта, Dark Horse. Это, да, издательство Dark Horse. Тут прям все так эстетично. Ой, прям раскрывать классно. Я боюсь раскрывать, потому что тут очень много в стиле мультипликации заложено. Ну, знаете, там типа слои, на которых рисовать надо. Показай. Ой, вот Настя попроси. Сказала нам уж. Типа, это лимитка. Во, 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 не надо доставать. Тут типа оно в несколько слоев сложено. Не то чтобы это может повредиться, просто его потом хрен запихнешь. И сама книжка, которая сейчас стала, которая через, спустя, через какое-то время стала доступна на русском. Да, у нас ее перевели. У нас есть и русская версия, но вот эта она более эстетичная, тут уж спорить не будем. Она просто еще из такого материала, как, знаете, как старые советские книги у нас раньше издавались. Мне кажется, даже больше как альбом. Да, 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 да. Покажу попугая здесь не верьте. Это Кукич. Мы его назвали так через Могу. О, иди сюда. Как бы сейчас доставать, это, конечно, заебешься. Но, в общем, вот. Возьми стул и достань. Да, достать. Вон тот зеленый стул. О. У нас тут записи на 3 часа, так что... Ну, в общем, тогда начнем с малого. Ультима трилогия с Амазона. Заказал я все-таки хочу всю коллекцию заиметь. Но такие заиметь еще ладно. Допустим, заказать самую первую ультиму или самую вторую почти невозможно. На ибэе они стоят по 1100. По 1100 и больше. Да, и то не факт, что доставят по международному. Доставляют, допустим, чисто по Америке. Есть ультима 9. Самая лучшая часть. Да? Вот это паладин, блядь. А тут у нас нам один наш уважаемый зритель прислал Бионикла. Он все ждет, когда я его на стриме соберу, но я что-то все его отфутболиваю. Нехорошо, надо будет все-таки собрать его уже. Вот эту тему нам подарил наш уважаемый товарищ. Для тех, кто не знает, что это. Это коллекционка по Вархамеру онлайн, время возмездия, Age of Reconstruction. К сожалению, на данный момент данная ММО-шка уже не жива. Спасибо большое, Electronic Arts. Но тема в свое время была интересная. А вдруг ее сейчас возьмут и вернут? Нет, не вернут. Тодд Говард. Вместе с Филом этим. Так это же БТС. Ой, блядь. Ну, господи, короче, хотелось сказать про Фила. Фил возьмет, короче, и вернет. Для этого надо ему Electronic Arts купить. А, блядь, они же Activision купили, точно. Так подожди, сейчас еще пара лет и купят. Я бы посмотрел на это, конечно. Ну и дальше тут у нас коллекционки Baldur's Gate и Planescape Torment. И там в комплекте идет Icewind Dale, но их сейчас хрен достанешь, скажем так. Так что просто знай. Это которые идут с динди-кубиками и там всякими плюшками. Да-да-да-да-да-да-да-да. Все, снимаешь. Тут мы еще так же делаем фотографии. У нас тут типа мини-фотостудия. Конечно, одна из причин, почему в будущем мы хотим переехать куда-то вместо побольше, допустим, в дом, это потому что можно будет комнаты обустраивать под необходимые нам нужды. Потому что, допустим, записывать тут голос, играть, стримить. Подожди. Фокус сбился. Вот и вы. Стримить. Фоткать. Очень невозможно. А если, допустим, Настя же у нас косплей, если, допустим, она разляжется вот так вот, это же, представьте себе, это же еще выкатывать, это же хрен поместится, потому что... А если я, допустим, захочу что-то на гринскрине снимать, синематограф, CGI, все дела, это же невозможно, но вот это делать. Так что, пока что как-то живем. Кстати, у меня классные тапочки. Сыглы. Сыглы то, что у меня классные тапочки. Это Настя мне заказала. Покажи еще раз на тапочки. Очень классные тапочки. Лакшери тапочки. Но я статусный человек. У меня нет машины. Я не живу в особняке. Но тапочки у меня должны быть хорошие. Это понимать надо. Ну а теперь, допустим, сейчас я вам покажу, как вообще все происходит, когда я начинаю что-нибудь делать, что-нибудь записывать. Давайте, допустим, я начинаю записывать голос. И сейчас будет как в гифке у Алакаса. Где я так с этим... С наушниками так... Да. Да-да-да. И микрофон опусти. Во-во-во. Вот так вот. Все это происходит по стандарту. Допустим, я достаю либо планшет, либо телефон, где у меня текст написан. Короче, я включал на одну из пенитонов. Подожди, тут фокус сбился, я немного... Вот. Вот, нормально? Угу, все, отлично. Давай еще раз. Обычно я зачитываю текст либо с телефона, либо с айпада. Раньше я зачитывал со второго монитора, с какого-нибудь, но потом со временем я понял, то, что удобнее всего записывать голос, когда ты стоишь. Я тогда же где-то совет услышал от одного звуковика, от одного актера озвучки, то, что когда ты стоишь, у тебя грудная клетка прям... Ты лучше контролируешь, за счет чего ты можешь выговаривать более длинные предложения без вот такого вот. За счет этого как-то и на записи легче все это нарезать и так далее и тому подобное. И вот я просто банально включаю Audacity. И без какого-либо напряга. Это раньше, когда самые первые ролики снимал, записывать голос было абсолютно сложно, потому что... А тут не так запишу. Потом начинаю переслушать свой голос, а я не так звучу. А сейчас могу хоть спокойно пердеть жопами микрофон, мне все равно будет этот результат меня будет устраивать, потому что я прекрасно понимаю, что... Что у нас оказывается на выходе? Я, допустим, зачитываю. Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики. Кстати, да, у меня есть режим-аниматоры, как многие уже поняли. Когда я начинаю зачитывать, особо бы таким... Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики. С вами я, ваш верный друг. Бр-бр. По статистике, ролики именно с такой озвучкой просматриваются дольше всего, и их смотрят больше всего по просмотрам. Возможно, многих людей это уже нас-то надоело, поэтому тот же самый предыдущий ролик, когда я уже таким... Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики, зашел уже намного лучше. Но просто, знаете, к сведению. Очень многие популярные ролики, как по сталкиваю и так далее и тому подобное, я в основном записывал таким голосом, потому что, ну... Цифры показывают то, что Люду это нравится больше. Я сейчас, возможно, свои взгляды уже пересмотрю, потому что людям как-то человая версия понравилась гораздо... гораздо больше. И вот, допустим, я записал, всё. У меня есть футажи, я наиграл, да, наиграл, допустим, в Гогена записал какую-нибудь старую игру, или записал Ведьмака, записал голос, и всё. Далее я иду всё это делать уже в совершенно другую комнату. Всё, ты снимаешь. А вот это уже чисто наше обиталишное. Многие по ролику это место помнят, но мы сейчас покажем вам всё гораздо подробнее. Тем более, некоторые вещи тут изменились. В первую очередь, чтобы сразу было понятно, я вам покажу, как примерно проходит мой рабочий день. Я всё записал. Записал голос. Ну, до этого я писал текст. Я записал голос. Всё это закинул в какое-то место и собираюсь сидеть монтировать. Моё место, где я сижу монтировать, вот оно. Если кто-то скажет, назовёт это место ссаный угол, я того забаню. Так это ж не углу. Тем более. Я беру особую подушечку под спину, кладу её. Это не лухарьская сейчас будет тема, это чисто мне так удобно. Сразу говорю, не ругайте меня. Я сажусь за свой игровой макбук, подключаю к нему айпад, чтобы был второй экран. Игровой. Игровой айпад с помощью специального крепления, которое я заказал на Амазоне. Вот так. И всё. И сижу, монтирую. До этого я монтировал до Винчи, когда макбук купил, но сейчас я перед кем я понтуюсь, как говорится. Я вот последний ролик по Ведьмаку уже монтировал в Адоп Емьере... В Адоп... В Адоп Емьере... В Адоп Емьере... В Адоп Емьере! Етишный пассатиж. И вот я вот так сижу. Понятно, в пельме не хочешь. Давайте, допустим, чтобы вы знали, вот давай, покажи сейчас, как это у меня выглядит. Допустим, вот сейчас от нынешнего ролика я смонтировал чисто начало. Да? Вот тут я ковыряюсь, вот тут у меня как бы всякие такие дела, там всякие разные полезные вкладочки, тры-пыры... Я не знаю, будет ли их видно. А вот тут уже чисто рабочая тема. Сюда я, допустим, что-нибудь по фасту перекидываю, всё максимально удобно, но опять же, как бы... Вот вроде люди сейчас скажут, Кретин, у тебя есть комп с двумя мониторами. В той же самой квартире, где ты сидишь, как ебантяй с макбуком и планшетом. Можно на вопрос, да? А ты не зажрался? Типа, а ты не охуел? И простите, ребят, но у меня есть причина, почему я позволил себе приобрести макбук, дабы сидеть в этой комнате. Почему? И дело не в кресле. В кресле, кстати, потом появилось. Да, кресло потом появилось. Дело в том, что всё время, когда я сижу, монтирую, у нас по телеку идёт либо Валакас, в данном случае у нас нарезки идут с Рофла Дитрова, как Валакас проходил Плагью Тейл. Либо мы смотрим полноценные стримы, опять же, либо Валакас, либо Папич, либо мы смотрим на Твиче Челика с ником Our Terror, который снимет по КД самые дерьмовые уровни в Супер Марио Мейкер 2. И чтобы у меня ролики получались балдёжные, если я сижу там делаю, там не балдёжно получается, а тут на расслабоне, в приятной, тёплой, домашней атмосфере. Как ты, милую руку бросаешь к солнцу? Я не бросаю, да слышь, ну ты-то не начинай. Ты жена, ты патроны должна подавать. А я и подаю. Кому? Мне ты должна подавать патроны. Это уже другой вопрос. Мне должна патроны подавать. И вот на заднем плане идёт, допустим, какой-нибудь стримчик, приятная, тёплая атмосфера. Либо Настя сидит, допустим, играет в консольки и вот тут лежит на... Ну-ка давай, покажи кровать. Знаете, какое наше спальное место? Ой, блядь. Я врезалась. Вот Настя так убьётся когда-нибудь. У Насти на ногах синяки, между прочим. Показывать я их не буду. И это не я их ставил. Настя просто стукается об всё у нас в квартире. Я вот не стукаюсь. Мы спим с четырьмя мужчинами. Ой, с двумя... С четырьмя мужчинами? Это уже, простите. Оговорочка по бренду. Я хотел сказать, мы спим вчетвером. Мы спим с двумя мужчинами. Это уважаемый молодой человек и тоже уважаемый молодой человек. Ну, простите, ну, как бы... Кто будет покупать себе до... Да, кимакуру. Да, кимакуру с бабой. Ну, серьёзно. Куколт. В смысле, куколт. Ну, будет покупать с бабой. Да, куколт будет покупать с бабой. Нормально с мужиком купит. Нормально купит с мужиком. Да. То, что жена... Хотя, это, в принципе, жена купила. Ну, как бы спим мы с этими двумя мужчинами по очереди. Как-то это очень нехорошо звучит на самом деле. Ну, ладно, не суть. Давай, пока. Как бы тут у нас на столочке коллекционочка по Kings Bounty 2. Ждём Апачи. Все дела. Ждём, ждём. Но не суть. Тут у нас на столочке. Тыры-пыры. Мортон, Pathfinder. Игра престолов. Fallout. Знаете, короче, к нам приезжал товарищ с Питера. Он нам подарил просто охрененную на столку по Властелину колец Война кольца. Моему счастью просто не было предела. Вот это, это просто вау. Но нам не с кем играть. К сожалению, вот в городе чисто вот мы два конча с моей уважаемой сужиной. Ты, я думала, скажешь с другом. Надеюсь, они будут смотреть эти ролики. Вот, кстати, вот я сплю с до Кимакурой, на которой нарисованы два мужика. А знаете, что я ещё люблю? Я ещё люблю Вархаммер. Вархаммер это тема. Ещё год, наверное, три-два назад я начал закупать кодексы по Вархаммеру для каких-то будущих, 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 будущих роликов. Ну, в Соне, кстати, если кто не знает, у нас давно победил во время дня рождения. Хотя забудьте, я буду его делать. Шучу. А если спускаться ниже, не обращайте внимания на фигурки, не обращайте внимания. Это так, женская потребность. Да, это чисто женская потребность. Ну, тут у нас волкодав, человек бензопила, ну, то есть, литература уважаемая, волкодав, человек бензопила, Сабакистан, Капхэт, волкодав, Дюна, Гарри Поттер, Страшные сказки о серийных убийцах, Старкрафт, тыры-пыры, игрушки там у нас мягкие есть, и внизу тоже вот варкамер, но только там уже Минки у нас находится, вместе с краской. А вот это... Схватит показывать на Five Nights at Freddy's. Вообще-то я игрушки показываю, хотел показать, тут вот котик есть, тут вот из Fallout, ой, Fallout, ну да, из Fallout, вон это... И постепенно перейти вот на фигурки и консольки. Вот это наш божий уголок. Тут у нас есть Xbox Series X. Тварь Алиса, которая по КДС слышит, не спрашивают тебя. А коробочка волчебный ларец с... А можно попонять мне, пожалуйста? Нет. А... Открой её. Окей. Радио Хит ФМ. Алиса, стоп! Тут у нас волшебный... Как бы дисков у нас гораздо больше, самых разных. Сейчас ты подумаешь, что это только чисто на Switch. Не, ну это не чисто на Switch, потому что у нас под свечом... Ну сейчас, потому что у нас под свечом вот плойка там, Xbox, тыры-пыры, все дела. Но это только на те консоли, которые находятся здесь. Да, потому... До кладовки мы ещё доберёмся потом. А так, у нас вот тут в коробочке самые такие популярные, которые... Ну, не то же популярные, в которые мы играем сейчас. Battlefield. Battlefield, не обращайте внимания, это не самое лучшее вложение было, я вам так могу сказать. но в остальном вложение хорошее. Геймпадики, плойка пятая. Давайте я вам сейчас чисто небольшой обзор на современные консоли, спустя год же уже использовали. короче, по факту, положняк такой. Игр нормальных, вот именно конкретных эксклюзивов, нет ни там, ни там. Halo это, конечно, тема, но компания, ну, в мультик можно бесплатно погонять и на компе, честно говорю. Если брать консоли, то только, если у вас нет нормального компа. И вот не совсем не ради эксклюзивов, потому что на плойку вышли там Ratchet & Clank, Returnal, там, ещё какое-то говно, ну, это говно, это те игры, без которых вы можете прожить. Но, несмотря на это, мы их взяли. Мы их взяли в будущее, потому что это рано или поздно, вот у меня игры, у меня игры не должны кончиться для роликов, вот это моя главная цель. Единственное, я говорю, вы можете взять либо плойку, либо Xbox, для мультиплатформы. Но тут уже чисто, как говорится, смотрите, на какой точке политических координат вы находитесь. А если Switch? Если вам... Switch не для мультиплатформы. Если вам, допустим, ну, вы с детства за Sony, там, на второй плойке, четвёртая плойка, третья плойка, берите плойку, потому что у неё и геймпад приятный. Да, то есть, допустим, геймпад, он у неё приятный, он не хрустит, он удобный, вот эти приятные адаптивные триггеры, ну, это тема. Я не буду спорить, это приятные инновации, геймпад всё-таки поменялся. А на боксе геймпасс, это вот один из тех плюсов, в котором, как бы, геймпассен есть и на ПК, но если у вас нет ПК, то можете взять. Пришлось взять себе Pro Controller для бокса, Elite, но не от того, что не от жизни хорошей, потому что мы тут сами сидим, жируем все дела, а по совершенно другой причине. Я вам сейчас эту причину, допустим, покажу. У нас тут есть какой-нибудь геймпасс? геймпад. А, вот. Я сейчас возьму твой геймпад. Угу. Просто смотрите внимательно. Смотрите, вот, просто смотрите, да, как приятно хрустит крестовина. Ну, я безройно говорю, приятно, вот эти кнопочки все нажимаются. Приятные вот эти лепестки, ну, чисто АСМР, знаете? и сейчас послушайте вот это. Он хрустит. Я не знаю, это можно ли как-то описать, но та же крестовина, она шумит. Крестовина не должна шуметь, вот так кликать, она не должна. На плойке, конкретно у DualSense, или, он сейчас DualSense называется? Не DualShock, вроде. DualSense. DualShock 2004. Да-да-да. Там у него приятные кнопки, они вообще не шумят. Я просто сужу, потому что, смотрите, вот лежим мы, допустим, на кровати, три часа ночи. С этой стороны лежит Настя, спит прекраснейшим сном, снятся ей прекрасные сны. Если я буду сидеть, как ебантяя, рядом и вот так, это будет по-свински с моей стороны. Очень нехорошо. Да это просто бесит. Представьте, вы сидите как-то в тишине, как-то у вас не особо громко играет консоль, вы так, ну, я не знаю, мне это вот вообще не по мне. И поэтому вот тут... Поэтому я купил себе ProController, а жене отдал обычный. Это всё не так. Да-да. Просто ProController был один. Да-да. Да. Да. Ну как один? Их было два. Ну, один сломан. Первый был бракованный, но это не... Ты вот всю мне малину сломала, ты весь контекст повествования извернула не в ту сторону. Фень. Кс-кс-кс-кс. Ну, короче, суть понят. Как вы можете заметить, мы являемся фанатами Ведьмака. Это, по-первых, по нам не скажешь. Не скажешь по нам, то, что мы фанаты Ведьмака. Да вообще не скажешь. А как же? Не расскажешь про своих замечательных молодых людей? О-о-о-о! Вы бы знали, вот в своё время была тема, то, что все начали внезапно скупать мастера Чифа, который, ну... Чисто знаете, работяга-мастер Чиф, который держит либо телефон, либо геймпады. У нас по России всех мастеров Чифов раскупили. Поэтому мне пришлось лезть в eBay. eBay такая тема. Лезть в eBay, и я нашёл там кое-что получше. Я нашёл аниверсари-версию по самому первому хейлу, где в комплекте также шла картана с, кстати, классной жопой. Подожди. Сейчас. На жопу фокус, да. Всё. Так что сейчас картана у нас держит... Знаешь, у тебя картана звучит как картовый. Ты не тем патроны передаёшь, солнце моё. Вот не тем. Стреляешь по своим? Да. Я рассказывал в телеге и в твиттере, вроде бы и в паблике рассказывал. У меня тут такая классная тема появилась. Это просто вау. Я вам сейчас никаких подробностей говорить не буду. Кто знает, тот знает. Кто не знает, может посмотреть футажи, но он, скорее всего, не поймёт. Ролик будет весёлый. Это всё, что могу сказать. А в остальном тут как бы уже конкретно начинается Настя на территорию, в плане того, что тут её места всякие прекрасные, всякие косметические вещи, рожки, которые я тут не трогаю. И вот дальше... О, идём сюда, идём сюда, идём сюда. Вот тут у Насти более... Вот чисто если есть гики, анимешники, они вот больше сейчас к Насте, наверное, уважухой проникнутся, потому что именно у неё, в её божьем уголке, находятся замечательные нендероиды же. Да. Нендероиды Сейлор Му. Мини-фанка версии по Гарри Пукичу. То есть, тема. Реальная тема. Ну, это всякие там интересные книжечки, это уже чисто по её там теме. Там вот ещё нендероиды у нас этот есть. Вот, смотрите дальше. Ну, как бы, тема тут у Насти более уважаемая. Ну, короче, завтра поставим новый шкаф и потом доснимем, как мы эти все фигурки поставим на новый шкаф. Да. Тут абсолютно сыглы. Чуть-чуть фанка. Чуть-чуть сокета. Настя, кстати, у нас ноутбучно-пкшный геймер, хотя в последнее время она больше играет третьего Ведьмака на Иксбоксе. Ну, потому что я не могу на своём АМД играть. Потому что вот ноутбук на АМД, вот вы все говорят, АМД, АМД. АМД это тема. Я издрю разговаривал, что АМД это тема, 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 тема. Взяли ноутбук, начинка АМДшная, Ведьмака там конакукит вообще только так. Зато Киберпанк идёт. Но вот Ведьмака так конакукит. Вот, видите, Ведьмак нормально запустить нельзя. Ждём патч. Да, и Нью-Вегас только с патчем запускается, потому что в противном случае там слишком повышенные кадры идут, и персонаж вместо того, что бегает, типично вот так. Он бегает, знаете, только. Ну, как на спидах бегает. Да, да, да. Вообще, блин, спринтёром. Вот так. А вот как мы обычно отдыхаем. К слову, все вырезки, которые я вставлял про нашу жизнь, были сняты на ту самую олдовую камеру Canon Legere HFR 506, на которую снимались все самые ранние ролики. То есть, так говорил Заратуст, ранние обзоры, где я на камеру мелькал, гниль Ютуба, они были сняты конкретно на эту камеру. Камера всё ещё рабочая, и поэтому решили, а чё бы не воспользоваться ей снова. Мы, конечно, пробовали, имели мысль попробовать заснять всё на iPhone X, Настя, но сравнив изображение и звук, мы пришли к выводу, что куда более кинематографично будет изображение с данной камерой. Да, вот зацепились на кошке. Ага, хорошо. Кайф. Только что я закончил стримец. Посидели, порофлили, но не в этом суть. Мы же показывали вам комнату, а теперь тадам! Мы взяли шкаф. Настя заказал с Икей, он нам приехал. Суфы. Этот шкафчик у нас будет наполняться всяким стаффом, который вы уже видели, мы вам его показывали, но теперь у нас наконец-то будет менее захламлена та комната. Шкаф занимает не особо много места, и как бы просто я сейчас будущие планы говорю, ведь комната свободна, сушилки, если что, убираются. Это к слову говорю. Просто в будущем как бы в этой комнате будет достаточно, чтобы тусить в VR, потому что мы хотим все-таки VR взять и допустим подрубать какие-нибудь VR-ные приколы. Подожди, подожди. С ребятами там в VR-чате затусить, типа такого. Ну вы знаете. Ну вы знаете. Так что вот. А так, чутка измененная комната. Как вам? Скажите, ну как вам? Это еще не окончательный вид, мы еще может быть что-то будем переставлять, что-то ставить, так далее, тому подобное. По желанию пятой левой пятки, как говорится. Кстати, да, смотрите, это Генри. Ну точнее, Инжерих из Киндом Кама, если кто не понял. Ля какой. Ля какой я, тоже классный. Мои пижамные старшие штаны вам, кстати, нравятся? Хорошие? Зачем ты так сделала? Просто. Почему нет? Обновление. В общем, мы взяли и распаковали некоторые верхние коробки, разложили амибки, которые у нас по пакетам лежали. Ля как хорошо. Ля. Ля красота, красотулешная. Вот так вот покажу. Ля. 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 Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Наверху не распакованы. Рум, рум, рум. А вот наверху не распакованы. Не знаю, он не отсвечивает? Не, нормально видно. В первый раз отсвечиваю. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- скажи привет зрителям давай как ты умеешь давай привет выключу А теперь вот эти подрывы, чтобы люди видели, как это обычно все бы видно. Сейчас 4 дня будет. Как обычно. Да. Ну мы как бы уже проснулись давно, мы и позавтракали, как бы все дела. Сейчас лежим, по сути, ну, чилим, смотрим стрэм. А вы что делаете сон с моим? Играем. В Apple Arcade. Игрушка классная есть. Алло. Помогаю призракам. Ну да, такими темпами точно у нас ролик, блядь, на 2 часа будет. Ну, на этом, я думаю, на самом деле мы ролик будем заканчивать потихонечку. Было весело. Надеюсь, вам было интересно все это посмотреть. Если вдруг у вас будут пожелания, чтобы подобные ролики выходили и дальше, то обязательно пишите. Обязательно пишите, что вы еще хотели бы увидеть. Ты там нормально снимаешь? Да, я там нормально снимаю. Лё. Ты там нормально снимаешь? Чуть-чуть подальше, наверное. Да, я нормально. Во. А теперь еще раз все то же самое. Ну, думаю, на этом мы и будем заканчивать потихонечку. Надеюсь, данный ролик вам понравился. И если вы хотите больше подобных роликов, то напишите. А еще лучше дайте знать, что бы вы еще хотели увидеть, что бы мы вам показали. Потому что, ну, камера есть. Снимать можем сколько угодно и что угодно. Все зависит от вас. А на сегодня все. До скорых встреч и пока.